Всем привет! Это снова канал Винтажная Кухня и мы продолжаем закрывать окошки адвент-календаря до отделки 2023. В начале этого года я была на выставке платья в стиле ар-деко. Можно посмотреть по ссылке, я оставлю здесь ссылку на это видео. Тогда платья, которые мы с вами обсуждали, у меня лично не вызывают полнейший восторг. И вообще все, что связано с ар-деко, это вообще моя больная тема. И тогда немного в комментариях мы упомянули о том, что мне сделать ли мне ролик об обуви в стиле ар-деко. И многие тогда согласились. Были комментарии в духе «я бы обязательно посмотрела». Всегда говорю, что любую историческую тему, будь то персонаж какой-то, будь то какие-то вещи, нужно обязательно рассматривать на историческом срезе. Итак, 20-е годы, 20-го века. Позади у мира мировая война. Первая мировая война, которая на тот момент считалась самой страшной в истории. А у России еще и за плечами остается гражданская война и две революции. Достаточно серьезное время, сильное время, которое поменяло мир просто с ног на голову. Это время, когда рухнули разом в Европе три империи. Америка уже подходила вот к этому периоду Великой Депрессии. Все поменялось, все смешалось. Богатые стали бедными, бедные стали богатыми. Кто-то, наоборот, еще больше разбогател. Все в мире стало по-другим. Скорость времени сменилась. Мораль поменялась полностью. Но была единая сила, которая объединяла весь мир. Это технический прорыв. Ревущие 20-е эти самые годы, когда технологии резко скакнули вперед. Если говорить об обуви в стиле 20-х, а это, конечно, шикарная тема. Это тема просто эстетика высшего пилотажа. Нужно сказать непременно вот о чем. Что до 20-х годов 20-го века, где-то приблизительно чуть больше 50 лет, модель женской обуви практически не менялась. Женщины как носили ботинки на шнуровке, так и продолжали носить 50 с лишним лет. Это период правления Виктории, королевы Виктории и следом ее сына Эдуардом. Когда пришла мода в стиле арт-деко, пришли ревущие 20-е, ситуация опять же резко поменялась. Связано это было в первую очередь с тем, что юбка поползла вверх. В течение десятилетий 20-х годов юбка периодически по синусоиде ходила от колена до щиколотки и обратно. И вот здесь как раз публика дизайнеров потребовала чего-то мега эстетичного, что могло бы привлекать внимание к ногам. Буйство красок, разнообразие материалов и смелые сочетания цветов и фактур увели моду от прежних ценностей обувного дизайна. К 1925 году появляется больше обуви из кожи рептилий, особенно змеи и ящериц. Пользовались популярностью дорогие туфли из кожи антилопы, страуса и акулы. Для более скромных моделей из экзотических видов кожи вырезали отдельные детали, использовали их для аппликаций или обтяжки каблука. Массовый спрос возник на туфли из серебряной и золотой лайки. Приблизительно в это же время в моду входит замша, а к концу десятилетия цветовая гамма повседневных моделей становится более сдержанной. В ней преобладают бежевый, коричневый и серые тона. Если говорить и вспоминать о туфлях, об обуви 20-х годов 20-го века, более-менее понимающие в этом люди в первую очередь вспомнят туфли с Т-образным ремешком. Эти туфли стали прототипом танцевальной обуви сегодняшнего времени. Те, кто занимаются латиноамериканскими танцами, как раз вот с этой обувью напрямую связаны. Но только ли одни туфельки были отличительной чертой 20-х годов 20-го века? Нет, конечно. В первую очередь на моду, обувную моду 20-х годов 20-го века повлияла иммиграция, в том числе белая иммиграция, которая после революции поехала за границу. И как ни странно, на первый план выходит в том числе то, что назовут в этом историке моды русский сапог. Русский сапог – это то, что для нас кажется обычным. Это обычный сапог с широким голенищем, сделанный из кожи, как правило, сжатой кожи. И даже мэтры моды того периода включали их в свои коллекции. В частности, жена Поли Пуаре с удовольствием носила русские сапоги разных расцветок, в том числе ярко-желтые и оранжевые. Революционность русского сапога состояла в том, что до появления широкого голенища женщины носили только зашнурованные сапоги, которые плотно прилегали к ноге. Достаточно высокие, приблизительно до колена, могли быть чуть ниже, а русский сапог обладал широким голенищем. Кстати, в 30-е русские сапоги использовали в том числе и контрабандисты. Когда сухой закон пришел в США, в них провозили фляжки с алкоголем. Вторым влиятельным компонентом на обувную моду 20-х годов стало открытие границ. Люди поехали путешествовать. Путешествовали в 20-е годы 20 века очень много, по крайней мере, гораздо больше, чем это делалось до Первой мировой войны. Вспомним, что мы с вами обсуждали, когда мы говорили о платьях, чем вдохновлялись художники по костюмам и дизайнеры. Это Восток в первую очередь. Это страны и культуры с большим разнообразием цветов и нестандартными расцветками, нестандартными рисунками. Это Япония, Испания, Китай, это Россия, опять же, это Египет. Обувные, обувных дел мастера не избежали того же искушения. К тому же нужно еще вот что сказать. Art Deco – это мода, то, что называется синтетическая мода, которая приходила одновременно во все направления искусства. То есть платья и туфли шились как костюм. При этом этот костюм мог вписаться в интерьер, созданный, кстати, возможно, даже тем же художником. Посмотрите ролик об РТ. РТ начинал и как художник по костюмам, и как декоратор. Большую роль в это время начинает играть форма каблука. По-прежнему популярный остается так называемый французский каблук. Французский каблук, который еще иногда называют каблук Луи, еще каблук Помпадур или Голубиная лапка. Это каблук, который вошел в моду во времена Людовика XV. Этот каблук остается в моде, слегка изогнутый, с очень широким основанием и такой, похоже на запятую, с быстрым таким поворотом ближе к низу. И в моду входит кубинский каблук. Это массивный каблук, больше похожий на мужской, но женщины начинают носить в том числе каблуки широкого или мужского кроя. Вот это как раз-таки такое заявление серьезное от моды в стиле унисекс. Все-таки мода 20-х годов, она немножечко сместила вот это понятие мужчина-женщина, как-то немножечко уравняла силуэты мужские и женские. Тогда же в 20-е входят в моду популярные по сей день, не считающиеся сегодня классической модель туфли-лодочки. Кстати, женщины предпочитали носить их на каблуках высотой до 5 сантиметров. Выше, как правило, не поднимался каблук. В то же время в 20-е наступает пик популярности модели, на которой будут называть Дарсе. Модель Дарсе – это туфли, у которых пятка и носок закрыты, а вот свод стопы становится открытым. Вообще, конечно, неслыханная наглость для викторианской эпохи, чтобы какая-то, мало что ноги открыты, так еще и часть стопы открыты. И вот как раз из модели Дарсе вот эти туфли с Т-образными ремешками, они и переродились. Вообще, по сути, свои дизайнеры обуви соревновались в то время. И вот здесь общество, как я сказала вначале, поделилось. Ей были богатые люди, были бедные люди. Ну, собственно, как во все времена. Дизайн моды здесь в это время доходит просто до своего апофеоза. Потому что к дизайну моды, помимо того, что модели туфель иногда делаются просто из баснословно дорогих материалов, еще и подключаются ювелиры. Ювелирное искусство стало важнейшей частью сложного понятия «ля парюр», объединившего такие аксессуары, как белье, кружево, перчатки, шляпки, обувь, парфюмерию и ювелирные изделия. В 20-е годы широко используются платина и более дешевые материалы белого цвета, такие как стали и алюминий. Гиреширование и эмалирование металлов стало популярным и использовалось как в драгоценных изделиях, так и в бижутерии, в таких повседневных предметах, как пряжки для обуви. Обычно их пришивали к обуви, а после 1927 года, когда фирма Кортье зарегистрировала клипсу, этот механизм стали использовать и на пряжках. Мода на браслеты и ювелирные ремешки для наручных часов нашла свое более дешевое применение в таких аксессуарах для обуви, как стяжки. Это устройство выполняло одновременно и декоративную функцию, увеличивая привлекательность обуви, и вполне практическую. Не стесняя при этом движения за счет своей гибкости и растяжимости. Я вот здесь оставлю фотографию. Это актриса американская, которая демонстрирует на выставке в Филадельфии туфли за 1000 долларов. Для тех времен, для 20-х годов баснословная сумма. Эти туфли были сделаны для очень богатой заказчицы. Она просто была моделью, она демонстрировала просто эти туфли. Кто интересуется модой 20-х годов, знает, какое огромное значение имел в то время целлулоидный каблук. Каблуки делались на заказ, и каблуки делались тогда из модного в то время материала целлулоида. Делались они как деревянное основание вытачивалось, и вокруг уже наращивался целлулоидный слой, на который легко наносились и эмали. Туда же встраивалась россыпь из драгоценных камней, и каблуки при этом были съемные. Что немаловажно, можно было купить одни туфли или заказать одни туфли, и на них наворачивался каждый раз новый каблук. Это давало такое разнообразие. В 20-е годы 20-го века большая часть обуви с богато декорированными целлулоидными каблуками имеет американское происхождение. А, собственно, каблуки почти всегда были сделаны во Франции. В те годы особую праздничность каблукам придавали стразы самых разных размеров и цветов, и это при том, что тогда еще не существовало термоклеевых кристаллов, как сегодня. Поэтому для установки страз в каблуках высверливались отверстия, в которые кристаллы утапливали таким образом, что площадка корона находилась немного выше уровня целлулоида. Некоторое распространение получили каблуки из алюминия, а произведением искусства считались каблуки из латуни с ажурным цветочным посеребренным узором. Изготовлены они были в Австрии фирмы Artalon. Вы знаете, я сейчас рискую, конечно, задержаться исключительно на модельных туфлях 20-х годов. Это любимая тема. Ну, какая женщина оторвется так запросто от такого роскошества обуви, которая еще и выпускалась, скорее всего, в единственном экземпляре. Но революция коснулась обуви любой в то время. И повседневной обуви, и спортивной обуви, мужской обуви, в том числе знаменитые Оксфорды в то время приобретают особую популярность. Женщины начинают в том числе носить мужскую обувь. Ну, Марлен Дитрих, вспомните? И не только Марлен Дитрих, та же Шанель, та же Уоллес Симпсон периодически похаживали в мужских ботинках. А еще на первое место выходит спортивная обувь, которая делалась, кстати, в разных вариантах. Делались то, что называется, в России это называлось племсоли. Это прототип современных кет. На резиновой подошве из парусины делались тапочки спортивные, которые ходили на пляж или занимались спортом. В 20-е годы спорт вошел в число обязательных увлечений молодежи. Нужно было быть спортивным, нужно было поддерживать тело в тонусе. Это считалось правильным и для мужчин, и для женщин. Неформальный спортивный стиль завоевывает все большую популярность в 20-е годы, хотя и встречает острую критику консервативно настроенной части старшего поколения. В прессе появляются выражения «дресси спорт», то есть нарядная спортивная одежда, или выражение «спортивная одежда круглые сутки», что означает, что производители предлагают значительно больше выбор цветов и фасонов, чем того требовала специфика разных видов спорта или физической культуры. Влияние спорта и активного отдыха на природе брало верх над старыми условностями. Быть спортивным означало быть раскованным, динамичным и свободным от предрассудка. А еще коснулось, конечно же, мода и повседневной уличной обуви. Те самые флэперши, развязные девицы, о которых, конечно, нужно делать отдельный ролик. Название флэперша происходит от английского «to flap». Это хлопок, который раздается, когда девушка в туфельках опускает ногу в калошу, и вот когда в калоши, калоша надета поверх туфельки, когда идешь в таком ансамбле, вот этот вот хлопок, вот этот вот, который раздается между двумя видами обуви, по-английски это «to flap», хлопать, то есть хлопок вот этот. Это флэперши были. Это самые передовые, самые отвязные девицы 20-х годов, которые как раз-таки носили поверх туфелек калоши. Я сама-то, конечно, не застала, и, честно говоря, я не застала даже тех людей, которые могли бы об этом рассказать, но я точно знаю, такое было при Союзе. Надевали поверх красивых туфелек что-то такое, типа что-то резиновых сапог, вот как-то вот так это было, или носили с собой сменку, это точно было. Я обычно отдельно, рассуждая какой-то модик, говорю об этом историческом периоде про Россию. Конечно, 20-е годы, 20-го века, ну, смотрите, в 22-м только закончилась Гражданская война. Людям есть было нечего. Естественно, кто-то, кто мог себе позволить какую-то обувь, приблизительно вот уровневую, ну, эти люди, они проживали в крупных городах, и, как правило, они принадлежали к элите того периода. Америка очень быстро столкнется с моментом Великой депрессии, когда уже не до чего будет. И, конечно, долгое время, вплоть до периода Второй мировой войны, Европа останется в законодательный цимот, в частности, это Франция, в которой будут собираться самые сливки всех бомондов со всего мира. И, как раз-таки, во Франции самой востребованной будет танцевальная обувь, потому что танцовщицы, танцовщицы кабаре, они, конечно, будут требовательны к обуви, потому что марафон танцевальный выдержать вот на высоких каблуках, которые еще неустойчивы, будет сложно. Вот такая доделка у меня сегодня получилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, обязательно ставьте колокольчики. Если вы не в теме, если вы посмотрели ролик, вам нечего сказать, просто поставьте смайлики в комментариях, это тоже способствует продвижению ролика. С вами мы увидимся очень скоро, потому что Адвент-календарь продолжает набирать обороты. До Нового года остаются две недели. Обязательно напишите свои впечатления и помните, у всего есть своя история.